Лед на Волге уже потерял прочность, а вдоль береговой линии образовалось множество промоин. С целью предупреждения жителей об опасности выхода на весенний лед, сотрудники МЧС проводят регулярные профилактические рейды. Сегодня такой прошел на набережной реки Волга в районе Ладии. В черте городского округа Самара при патрулировании граждане все стараются вести себя безопасно. И стало быть административные комиссии, которые уполномоченные составляют эти протоколы об административной ответственности. Их у нас ноль. То есть по городскому округу Самара за зимний период четыре было составлено таких протоколов по области. Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона, что необходимо строго соблюдать меры безопасности. Во время пребывания у водоемов нельзя выходить на прибрежный лед, особенно в темное время суток и при плохой видимости. Основная опасность ледовой обстановки в весенний период – непрочность рыхлого, напитавшегося водой льда, который может разломиться под ногами абсолютно неожиданно. Приведу статистику. За истекший 2022 год было зафиксировано 83 происшествия, в результате которых 60 человек, к сожалению, погибло, в том числе трое детей. 75 человек было спасено. В наступившем 2023 году у нас зафиксировано два происшествия. Три человека спасено. С начала весенних каникул особое внимание следует обратить родителям на то, как проводят время дети. Необходимо провести с ними беседы и разъяснить опасность выхода на лед. Не стоит проверять его на прочность, прыгая и стуча ногами, в том числе у берега, так как отколовшиеся льдины могут течением унести человека на середину реки. Самая большая опасность, если человек провалился под лед, это переохлаждение. И после сильного переохлаждения, конечно, наступает смерть. Что же делать, например, если вы все-таки провалились под лед? Самое главное не паниковать. Паника здесь ни к чему не нужна. Громко позвать на помощь. Попытаться ухватиться за кромку льда с той стороны, откуда вы, например, пришли. Во время рейда прохожим вручили памятки о безопасном нахождении у воды, рассказали о подручных средствах спасения. Самарцы к советам спасателей относятся с пониманием. Люди, может быть, не слушают, не смотрят. И идут, смотришь, когда еще лед тонкий, они уже идут. Это очень опасно для жизни. Я думаю, что это нужно проводить, такие рейды. Особое внимание спасатели весенний период направляют на любителей рыбалки и детей. По словам специалистов, всегда находятся те, кто не только беспечно относится к рекомендациям и предупреждениям, но и готов рискнуть собственной жизнью. Елена Чернявская, Константин Головин. События.